Наш зритель задал интересные вопросы насчет состояния. Чем транс отличается от просветления? Какие есть еще супер состояния, кроме транса? Я с удовольствием расскажу об этих состояниях. О некоторых из них. Поделюсь своим опытом с вами. Транс – это состояние гипнотическое. Вы входите в это состояние посредством гипноза, медитации. И это обращение к подсознанию. То есть, вы обращаетесь к подсознанию с определенной целью, задачей, решением какой-то ситуации, проблемы, поиском ответа на вопрос. И вы получаете ответ. Бессознательно. Как это происходит? Ну, это чудо. Но это происходит и истории таких масса. Когда после гипноза, после медитации у человека происходили события в жизни, происходят и что-то меняется в соответствии с целями этого человека, желаниями человека. Трансовое состояние – это одно. Другое – это когда подсознание служит для вас источником вдохновения. И здесь вы получаете тоже очень ценную информацию, но если вы ее запоминаете, то есть, тут важно, чтобы выйдя из этого трансового состояния, вы помнили что-то, что вы видели. Это, например, путешествия в прошлую жизнь, это путешествия в будущее, это, ну, в настоящем вы тоже можете путешествовать и общаться с определенными людьми, извлекать информацию и так далее. Ну, это тонкие вещи. Но здесь очень важна вот эта вот осознанность, что вы осознаете, потом вспоминайте память, память, что вы помните, что было, и вы можете из этого извлекать свои уроки и работать с этой информацией, которую вы получаете. Просветление. Просветление – это нечто другое. Нечто другое. Просветление наступает, когда вы понимаете, что наступило просветление, когда вы можете по-другому взглянуть на мир. Вот что произошло со мной. Как наступило просветление мое. Просветление помогает вам достичь магии, можно сказать так, мудрецы, духовные личности, духовные люди. И вот, общаясь с ними, они открывают вам двери в рай просто. Вот открывают ворота в рай. Вы туда заходите. И, перешагнув порог рая, оказавшись в нём, вы понимаете, вам открывается очень-очень многое. Вам открывается видение. Вот это первое. Есть фильм такой, я не помню, как он называется. Там, значит, герой нашёл очки и вот надевал очки эти и видел мир таким, какой он есть. Он тут чёрно-белый. И вот за этими вывесками яркими, да, заманчивыми, рекламными, что там скрывалось, какие идеи, идеи подчинения, да, размножения, вот чисто, ну, низменные инстинкты, страхи, да, и так далее. Вот мне не нужны очки, чтобы это всё видеть. И вот, когда произошло просветление моё, я вышел на улицу, и я увидел мир вот таким чёрно-белым абсолютно. И я понял, где я оказался, где я побывал. Я побывал вот в этом раю. Я написал песню, послушайте её рай, возврати себе рай и больше не покидай. И вот это вот удивительное состояние, да. И весь мир поблег по сравнению с этим миром, в котором оказался я, духовным миром. Этот мир бездуховный. Мир иллюзий. Мир обмана. Всё это всего касается. Это очень примитивный мир. Я опознал истину, я достиг просветления. Вот. И вы уже смотрите на всё совершенно иначе. Вы видите людей, вы видите их истинные мотивы, истинные мысли. Вы считываете людей, да. Вы считываете людей просто, чтобы они себя, чем бы они не пытались казаться. Вот, они пытаются казаться, вы это видите. Вы видите всю неподлинность. Всю искусственность человеческого поведения, запрограммированность, проблемы человека. Вы это всё видите. Вы считываете на энергетическом уровне. Здесь есть одна вот сложность, конечно, когда вы считываете информацию эту на энергетическом уровне. Очень много негативной информации. Поэтому здесь нужно научиться, как бы, закрываться от неё. Нужно научиться вот эту защиту выстраивать. Я это умею делать уже, да. Хотя вот иногда из любопытства своего я вот на таком уровне энергетическом подключаюсь. Но, как правило, я потом получаю просто дозу негатива. Вот этого негативного облучения. Люди токсичные, негативно радиоактивные, я бы сказал так. И они потом влияют негативно, да. Вот, поэтому я уже, как бы, научился выстраивать эту защиту. И всё нормально, да. Фартучек такой. Через который не проходят эти радиоактивные лучи негатива. И вот этого накопленного негатива, да, огромнейшего. Ну, а слабый сигнал, ну, вот я считываю, да, моментально. Причём, вот мне достаточно посмотреть на человека, я уже вижу, что это. Какие проблемы и что не так идёт. Истинные мотивы обнаруживаются. Ну, иногда сложно, конечно, потому что, как бы, когда ты видишь насквозь человека, понимаешь, ну... Ну, сложно иметь с ним дело, но мне помогает любовь. Вот я генерирую в себе это чувство, эту энергию любви. Я человека люблю, но при этом я не заблуждаюсь насчёт того, кто передо мной. Никаких заблуждений, никаких просто нет. Потому что мне идёт информация там. И вы понимаете, она же идёт постоянно, информация. Просто мы не умеем читать её. Вот это... Этому надо учиться тоже. И это путь как раз, с одной стороны, жизненного опыта. Вот всё то, что с вами происходит, всё это призвано разбить эти розовые очки, которые разбиваются стёклами внутрь. Это очень больно, да. Но потом вы зато получаете видение. Вы вот это вот... В этом ценность жизненного опыта, что вы становитесь просветлёнными. И потом, когда вы работаете над собой, целенаправленно уже осуществляется духовный поиск. Поиск, решение проблем. Вот как это с Буддой было, да, когда он столкнулся. Он же жил в таких условиях, как бы в замке Слоновой Кости, да. Всё хорошо в раю, в раю жил. Одно, одна благодать. И тут он столкнулся сначала с кем? С старым человеком, потом с больным, да. Вот. То есть, получая жизненный опыт негативный, да. Мы что? Мы ищем ответы на вопросы. Мы идём... Вот происходит восхождение на вершину горы под названием, что духовное просветление. И вот оттуда вы уже и всё. И когда вы взбираетесь на эту гору, то, что всё мелким кажется. И вот то, чему люди придают значение, вы уже это видите очень мелким. Очень мелким. И включая и проблемы тоже, да. Вы видите, как создаются проблемы. Как они не решаются. Как люди страдают из-за этих проблем. Но они не являются для вас чем-то существенным, важным. Вы не боретесь. Потому что вы на вершине находитесь. И оттуда всё это видится мелким. Вы поэтому не боретесь. Потому что это для вас несущественно. Вот это просветление, да. Вкупе. То есть, путь духовного. Поиска решения проблемы, да. И само возникновение проблемы. Поэтому нам... Вот всё, что выпадает на нашу долю, вот этот опыт, он важен для нас. Крайне важен. Именно для того, чтобы мы карабкались. Это и есть путь восхождения. Посмотрите, сколько человек, допустим, вот этот Эльбрус, да. Или там ещё какие-то вершины. Сколько человек погибло, пытаясь добраться до вершины горы. Вот. То же самое и наша жизнь. Наша жизнь это восхождение. Некоторые люди погибают. Не добравшись. Поэтому здесь нужна страховка, нужна помощь, нужна команда. Это кто? Кто страховка? Кто помощь? Кто команда? Люди, которые уже как бы обучены, имеют опыт восхождения, да. Знают, что надо делать. Вот эти люди. Поэтому заручитесь их поддержкой. Вам будет легче. Тогда вы не погибнете, крапкаясь, восходя на вершину. Вот. Дальше. Какие ещё составляющие? Да. И вот это просветление. И вы видите, как всё мелко. Какая политика, да, ну, примитивы. Культура, как она примитивна. Язык ведь. Язык, посмотрите, что защищают, какой язык защищают. Ведь этот язык не приводит к... Кого этот язык приводит к осостоянию счастья, просветлённости? Ведь важно ведь язык, речь, слова, да, их цель какая, привести человека к восхождению, к состоянию просветлённости, к мудрости. Ведь этого же не происходит. В этом ценность языка. В этом ценность слова. А у нас всё задушено, слово блудим, пустословием. Всё задушено. Эти пути отрезаны от восхождения. Их отрезают. Людей просто мордой в грязь тычут, и всё, языком, словом. Людям внушают, что они недостойные, что они свиньи, что они ничтожество. Вот что делается с помощью языка, с помощью слова. Политика, да, ну мелочь просто пузатая эти политики. Культура, она не отвечает потребностям. Вот я, допустим, сейчас я очень увлечён древними цивилизациями. Вот какая там культура была. И что сейчас создаёт культура? Ну где эти произведения искусства? Чтобы я восхитился. Так же, как какими-то артефактами до Колумбовой эпохи. Или золотом инков. Да, вот что-то такое. Ничего же не восхищает. Вот это вот потусторонность какой-то. Какое-то инобытие. Нет этого. Очень примитивно. Художники, творцы, они непросветлённые люди. Что ещё возьмём? Ну любую сферу возьмите. Любую сферу, она блекнет. Она примитивна. Она не удовлетворяет духовных потребностей. Мир бездуховен. И вот когда... Да, и вот так вот ты живёшь. Но ты счастлив при этом. У тебя есть вот это вот... То есть ты обесценил. Вот когда у нас тут люди себя сравнивают, там, хотят карьеру делать, ещё что-то, да, там. И вот это всё служит причиной страданий. И потом они читают книги и ходят на семинары под названием «Как стать крысой». Вот я понимаю. Так вот. Это не принесёт ему удовлетворения. Счастья, радости, гармонии, любви, мира в душе, покоя, да. Истины. Они превращаются в крыс. Люди. Поэтому просветлённый человек вполне может судить о человеческом обществе, о взаимоотношениях между людьми, используя просто зоопсихологию. Для анализа, для объяснений. Вот что это такое. То есть вот это состояние просветления, да. У нас я сказал про транс. Транс. Просветление, да. И мы видим, как люди не свободны. То есть вот нам говорят о свободе, но я вижу, что люди не свободны. Экономика, допустим. Что люди построили концлагерь. Это везде. Экономика, извините, экономический концлагерь. Люди, вот это ложные ценности, ложные, примитивнейшие идеи, да. Общество потребления. Пожалуйста. Она не удовлетворяет уже, эта экономика. И покупать-то нечего. Почему картины стоят вот так дорого вот этих вот, там, Пикассо и так далее, да. Почему? Потому что они уникальны. Там есть вот этот богатый внутренний мир человека, да. Это вот полёт и на бытие, какая-то другая цивилизация. Вот это всё стоит. Основное всё дешёвка. Дешёвка. Нас пичкают этой дешёвкой. Обман с этими бриллиантами, да. Тоже, они же не стоят столько. Вот. Людей обманывают, навязывают. Вот я не живу в этом обманчивом мире. Это экономика, да. Политика тоже. Но вы посмотрите, ведь ничего же не меняется. Одни и те же люди власти и так далее, да. Примитивнейшие идеи. Телевидение. Посмотрите, что это. Что это нам придумали. Это же просто промывка мозгов. Просто оскорбительно. Унизительно. То есть. Жизнь по инерции идёт, да. Инерция. Вот. И, ну что, как это можно. Речи политиков не задевают сознание. Возьмите любое образование, что оно образовывает. Большой вопрос. Очень большой вопрос. У всех проблемы с логикой. Я общаюсь. Проблема с логикой. Хотя у людей выше образования. Но они не умеют мыслить. Это проштампованная штамповка. Про зазобранное, заученное. Но они не мыслят. Мы имеем дело с роботами уже. Всё. И что? Здравоохранение. Ну что? Людей доводят до госпитализации. Люди себя доводят до госпитализации. Роспитализации, стрессами. Борьбой. Конкуренцией. Ненавистью. Вот эта система для них и существует. Можно же быть здоровым. Не болеть вообще. И так далее, и так далее, да. Мы не свободны тотально в этом мире. И не свободны пока мы не стали просветлёнными. Мы живём в обманчивом мире. В мире заблуждений. В мире... Да, он... Он реально, он не подлинный мир. Это да. Не подлинный. Он не истинный. А даже... А даже кажется, что он и иллюзорный. Потому что вот ты побывал в другом мире. И ты его носишь в себе. Ты понимаешь, этот мир в тебе. Это цивилизация. Это инобытие. Это светлый, прекрасный, чудный мир. Он в тебе. Он источник. На самом деле, источник радости, жизни, счастья. Энергии. Ты смотришь на мир вокруг, понимаешь его неподлинность. Иллюзорность. Спокойно относишься. Уже спокойно. И живёшь в своём мире прекрасном. Какие ещё есть состояния? Состояние эйфории и творческого экстаза. Вот я ещё об этом хочу сказать. Сейчас о состоянии творческого полёта. Транс, просветление, творческий полёт. Значит, творческий полёт. Вот когда вы самореализуетесь, когда вы воплощаете в жизнь свои таланты, заложенные в вас, извлекаете из себя то, что у вас есть, вот это и есть состояние творческого полёта. Чем бы вы ни занимались. Вот я, допустим, попел свою песню, я спел песню, мне помогли её подобрать мелодию, сделать музыку. Я пою. Я в состоянии творческого полёта нахожусь. Мне это доставляет огромнейшее удовольствие. Мне не нужен никто. Мне не нужны стадионы людей. Какие-то поклонники, ещё что-то. Я получаю удовольствие от этого. Вот что такое состояние творческого полёта. Всё остальное нам навязано. Нам навязываются эти... Навязываются больные люди, навязываются, понимаете, это телевидение навязывается. Ну вот спросите людей, вам нужно телевидение? Вам эти программы нужны? И многие скажут, нет. Вот сейчас люди работу теряют из-за кризиса, да? Ну почему их не поддержать? Нет. У нас на телевидение огромнейшие деньги тратятся, да? Пожалуйста. А там, что люди во фраках кроссворды решают. Ну так, чтобы... Во фраках, чтобы умными казаться, так же никто и не поймёт, и не отличит от тех вот бабушек, которые кроссворды разгадывают. Вот, нам вот это всё навязано, понимаете? Вот это, от этой навязчивости, от этой, вот этой прилипчивости, липкости этого мира нужно, как бы, от... отстраниться. Вот это вот прилипалы такие, вот политики, журналисты, да, и так далее. Религиозники. Одни по домам ходят, а другие, что? Через, там, через школу обрабатывают мозг, через СМИ, ещё каким-то образом, да? Через традицию. Что такое традиция? Это вот, когда мёртвые люди по-прежнему влияют на вас. Вот что такое традиция. А влияние мёртвых людей, умерших, которые считают, что живые должны подчиняться мёртвым. Вот, и вот эта мёртвичина вся, понимаете, слишком много мёртвичины. Вот я, и вот, когда тебе открывается рай, это жизнь, это ей жизнь подлинная, яркая, красивая, полная любви, счастья, благополучия, благодати. И вот этот мир мёртвичины, мёртвости. Мы же в мире культ мёртвичины, мы живём в этом мире, понимаете? Вот эти кладбища. Вот идея прекрасная, вместо вот этих погостов, этих памятников, деревья высаживать. Ну, действительно, действительно, в природе. Ну, человек возвращается к природе, и давайте, пусть себя манифестирует природа. Нет у нас эти пустыри сплошные, где сплошные памятники. При жизни это мёртвичина, и после смерти тоже мёртвичина о себе напоминает. Зачем это нужно? Надо давать жизнь. Жизнь, жизнь. Это самое ценное, главное. Умножать эту жизнь. Мы уничтожаем жизнь. Вот в этом проблема. Например, да. Или там в религии тоже, да. Посмотрите, какое самоотречение. Монастыри эти, да. Или возьмём экономику. Тоже люди себя в жертву приносят экономике. Посмотрите, это оболочки от людей. Они выжаты все. Дом, работа, дом, работа. Всё. А больше никакой жизни нет. И никаких интересов. Люди не развиваются. В Финляндии уже тут поняли, что надо больше свободы давать. Что ж такое? Люди тупеют на работе. Потому что и спать больше надо. Одно желание поспать. Что такое сон? Да. Вот это небытие. Тоже форма небытия. Постоянно хочется спать. Постоянно хочется вот в это небытие. Понимаете, что такое? Это вот тонатофилия. Она присутствует. И угроза жизни, безопасности, агрессивность. Это тоже всё проявление мертвичины. Я, может быть, поговорю об этом ещё отдельно. Ну вот. И смотрите. Армия, полиция, спецслужбы. Да. Это всё вооружённые люди, которые готовы убивать их, обучают этому. Он тоже смерть несёт. И так далее, и так далее. Уничтожают душу человеческую. Не не дают человеку самореализоваться, быть собой. А тоже энтропия. Энтропия. Личность это максимум антиэнтропия. Где личности-то? Личности. Давайте увидим их, эти личности. самые ценные и главные. Вот. Так что, творческий полёт. Занимайтесь творчеством. Обязательно. Это очень-очень важно. Для того, чтобы быть счастливыми. Итак, транс, просветление, творчество. Вот три состояния творческого полёта. Три состояния, о которых я хотел вам сегодня рассказать. Задавайте вопросы, подписывайтесь на канал, будьте с нами, делитесь своим опытом. Спасибо. .